МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Апошняя падея в области у материалах корреспондента у Талерадо-компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Витаю вас, глядите ухэтым выпуску. Гомель и Пауладар поширают супрационництва. Сёння подписаны протокол межрегиональной нарады и погоднение об супрационнистве по межсвободными экономичными зонами. Комитет державного контроля Гомельской области провёл мониторинг гандлёвых объектов региона. Институт радиологии рыхту и рекомендации по выросчуванне Гароднены и веденне живёла гадоли на территориях потерпелых у вынеку аварий на ЧАЭС. Хрестный ход, допомника Кирилле Туровскому, прайшоу сёння у Гомели. И больше подробязна об этом не только. Президент Беларуси Александр Лукашенко у пятницу 21-го Красавика звернется с аштогадовым посланням до беларускага народа и национального сходу. Выступление керавника державы отбудется подчас суместного посяджения палаты представников и Совета Республики. На мероприемство запрошены высшейшие службовые особы краины, члены Урада, керавники органов державного керавання, найбойнейших предприемствов и сродков массовой информации, представники дипломатичного корпуса. Прамую трансляцию завальной залы дома у Рада будут вести телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24», а так само первый национальный канал «Беларусь-24». Трансляция начнется у 10 годин. Телевизийную версию глядите у вечернем эфиры беларуских телеканалов. Больше 150 инвестицийных проектов будет представлено на 14-м Гомельским экономичным форуме, яки запланованы на 19 мая. Проекты охопливают 15 галин народной господарки, древопрацовку, перапрацовку другасных материальных ресурсов, вытворчасть харчовых продуктов, туризм и іншые. Бизнесменам представить информацию про объекты нерухомости, а так само земельные участки для реализации инвестпроектов. Деловая программа форума продуглеживает работу шести тематичных секций. Гэта малый бизнес, агропрамысловый сектор, будовниче и жилево-коммунальные комплексы, логистика и гандль, туризм. У першине удельники форуму смогут принять удел у работе секции «Инициатива инноваций инвестиции», на якой будут представлены инновационные распроцовки гомельских вучоных и предпринимальников. Темчасом Гомельская область отримала запрошение на удел у международной специализованной выставе «Экспо-2017», якая сё лета пройдя у Астане. Сёня завершился официальный визит у Гомельской область делегации по Уладарской области Казахстана. Напереды незамежные гости наведали Жлобин и Рогачоу, а сёня ознайомились с продукцией гомельских вытворцев, у яких на керунках плануется далей развивать межрегиональные относины, доведался Дмитрий Котау. Гомельская и Павлодарская в области подобные одна до одной, кажут гости из Казахстана. Або два регионы мают зручную логистику и представляют о малюсе виды промысловой вытворчести. Важная роль належит аграрному сектору. Замежные партнеры у приватности затекавлены у поставках сельско-господаршей техники Гомсельмаша, обшим поведомили подчас наведывания предприемства. Узнали о том, что есть бюджетный комбайн, если его правильно назвать, бюджетный, который на 30 тысяч долларов дешевле, чем серийный. И мы сегодня посмотрели эту модель, мы обсудим. И вообще продукция Гомсельмаша, она интересна для наших сельско-господаропроизводителей. То есть мы сейчас взвесим возможности покупки. Продукция кондитерской фабрики «Спартак» по коль слабо представлена на рынку Казахстана. Усяго один процент одагольного объему экспорту предприемства. Это обумовлено наявностью буйных мясовых и российских вытворцев. Однако в перспективе ситуация может измениться. Визит делегации повинен этому посприять. Гости высоко оценили якость солодких выработок «Спартака». Увидев то качество, непревзойденный тот вкус, очень хороший вкус, очень привлекательная упаковка с точки зрения маркетинга, я думаю, что согласно вот этим всем параметрам продукция займет достойную нишу на казахстанском рынке и мы приложим максимальное усилие, чтобы продвинуть данный товар в дистрибьюторскую сеть регионов Казахстана, в частности в Павлодарской области. Товарооборот по Межгомельской и Павлодарской областями за 2016 и початок бягучего года склав 4 миллионы долларов. Доля экспорта у гомельских товаров больше, как 3 миллионы. Наш регион поставляет в Казахстан мясомолочную продукцию и обсталевание для чагунки. У структуры импорта уголовный артикул сыровина для белорусского металлургичного завода. Сегодняшняя наша встреча наладит еще более экономических сетей в различных сферах. То есть поставки молочного стада в Павлодарскую область мы сейчас тоже разработали программу развития молочных ферм. И сегодня у нас топор мы возим молочное стадо из Германии, из Европы. Поэтому мы готовы рассмотреть, чтобы покупать их в Белоруссии и в том числе в Гомельской области. Развитие межрегиональных относительно умахшимо в самых разных сферах. Кировничество Павлодарской области плануя запросить для обмену опытом гомельских архитекторов и супрацовников жильево-коммунальной господарки. Так само на территории Казахстана с моцным приватным сектором экономики перспективна организация бизнес-турал. По закончении визита у Гомель подписаны меморандума в супрацовнистве свободных экономичных зон. Так само старшиня гомельского абл-выконкама Владимир Дворник отримал запрошение наведать международную специализованную выставу Экспо-2017, якая селита пройдет в Астане. Дмитрий Котов, Михаил Рабко, телерадиокампания «Гомель». 28 притягнутых до отказности работника у гандлю и больше, как 5 тысяч рублей штрафных санкций. Такие выники проверки Комитетом Державного контроля у Гомельской области Крам-региона. Якие порушения были отзначены подчас мониторингу, ведая Олег Синцюроу. Проверки объекту гандлю специалисты Комитета Державного контроля у Гомельской области проводят постоянно. И практически каждый раз выявляются третьи и инжаи порушения, максимально предупреждены законом штраф до 500 базовых величин. Правда, штрафов у таких померок гомельские контролеры еще не давали. Для этого кажутся, порушению повинно быть занадтошмат, а такого не означается навод в буйных крамах. За захованием правил у гандлевых кропках в угле имкнутся сочить, а ситуации бывают разные. После завершения проверок вся информация обовязково анализуется и накировывается для принятия мер местовым органам УЛАДы и уладальникам объектов. Прежде всего, это не соблюдение правил торговли, когда субъекты имеют реализацию просроченные товары, не устанавливают контрольные ВИЦы в торговом зале, нарушают санитарные нормы и правила в части несоблюдения температурных режимов хранения, ну и ряд других нарушений. Выники проверок Комитета Держконтроля в Гомельской области дозволяют стверждать негативный уплыв на ситуацию в Голине, оказывая низкая якость гандлевых обслугований насельницам. Сирот означенных отмовных моментов так само выкористание состарелых обслуживания и отмова от применения сучастных методов гандлев. Вельми редко в гандлевых кропках выкористуют мероприемства, которые сдольны оказывать на объемы продажу стимулирующий уплыв. Акции распродажи, скидки на товары. Опошнее тем больше актуально, что на фоне изнижения реальных грошовых доходов насельництва покупники дают перевагу больше танным товарам. Хлебушек подешевле, конфетки, подешевле, что самое такое копеечное стараются. Кефир подешевле, жирность меньше, цена дешевле. И вот это они стараются в основном брать. А то, что подороже, денег нет. В первом квартале этого года специалисты Комитета Державного Контроля проверили 9 объектов гандлю и практически усюды означали порушение деючего законодавства от продажу протерменованных товаров до элементарной отсутности информации об реализуемой продукции. Олег Сентюров, Йоген Макенка, телерадиокомпания «Гомит». У Институте радиологии Министерства по надзвычайных ситуациях распрацовываются рекомендации по выросшиванию Городнины и вядзенний живулагодоли на территориях потерпелых у вынику аварии на ЧАЭС. Необходность проведения такой работы выкликана у первую чергу принятием отповедного техничного регламента Умытного Союза. Рызаки и перспективы оценили наши корреспонденты. Больше 350 отселенных вёсок, 60, з яких у Вогулі знесены и похованы, а мальдвухразовое скорочение колькости насильництва, якое проживаю на забруженных территориях, и жорсткие обмежевания поведения сельскох спадаршей вытворшості. Чарнобыльская катастрофа для Гомельской в области стала соправдной трагедией. У Институте радиологии выражением проблем, які існують на постчарнобыльских землях, займаются уже 30 годзі. За гэтый шас тут не толькі назапашаны значны вопад, але распрасаваны не адзін десяток рекомендаций по безпечным проживанні. А пошні шысь гадоў у Институте развіваецца такі перспективны на керунок, як оценка рызыкаў. Сёня в учоны могуць прагнозаваць вірагоднацца трымання забруджаны продукцы на любой тарыторый. Улішваецца ўсё – ад кліматышных асаблівастів до врадлівасті глебы. Асабліва актуальнаць такі прагнозы набылі пасля прыняцця технічного регламенту Мытного Союза, які визначаю дозы утрымання цезія і стронцея ў продуктах харчавання. Згодна з гэтым документам, забруджаныць радеонуклідамі м'яса павінна быць зніжена ў два з половы разы. А вирошуванні гародніны, на некоторых тарыторіях, прызяцца ў вогаля выключыць. У нас не нормировался стронцея в овощах. А в технічному регламенту Таможенного Союза о безпасності пищевого продукція є норматив – 40 бікерелі. І ми з допомогою своїх моделей для найболі загрізнённих районів южних провели таку роботу і оцінили риски получення цієї продукції. Є землі, де невозможна получить. Разом з тим, оптимізму в учёные не страшуюсь і реально оцінюють ситуацію. Толькі за три опошні годы у рамках Союзной программы по ліквідації наступства Шарнобыльской катастрофы супрасоннікі інститута радіалогі Єшерс обследували каля 120 населенных пунктів. І омаль 50 тисяч гектарів земель. Навукулцы перакананы. З улікам распаду шастки раду і нуклидів, некаторія потерпілі таріторі, можна вернути ў господарший оборот. Отрымливаць продукты харчавання на їхнельга, але вырушаваць корма для живёлы можна ўжо сёння. Землі, які по уровню почвіна полдородія имеють балпаш не менше 15, це віддавати їх в лесне хазяйство і возделувати, т.е. проводити посадку различних лесних пород. Що касається порядка 20 тисяч гектар, це розсматривати вопрос о возможностях їх возврата в сільськохазяйственный оборот. Олександр Цюров, Ольга Коновалова, Євген Макінка, телерадиокампанія «Гомель». Більш доведаць про распрацовки Інститута радіалогії і їх ролі у перадолі ненаступства у Чарнобыльській катастрофы можна буде завтра з шарговой программы «Деалог». Я навыдзі у ефіру 19 гадзін 20 хвілін на телеканалі «Беларусь 4». Гостім студы і стане намяснік директор Інститута радіалогії Александр Падаляк. Пад час ефіру буде праціваць телефон про мої лінії. Паведаміць об хвалюючых праблемах, выказаць конструктывныя прапановы можна панумары ў Гомелі 77 68 45. У Гомель з гастролями прыбыл Беларускій дзержавный театр «Лялік». Для діцячай і дорослай аудыторы яны працтавіць три прем'єрныя спектаклі. Юныя глядачы ўже ўбачылі пастановку Пепі «Долгая панчоха». Галовны персанаж, вядомыз серый книг, шведская пісьменніцы Астры Длингрен, вучыць дзятей уменью марыць, заусіды заставацься оптимістам і верыць выключно ў добре. У спектаклі задзеніча намноства декараций і використовуюця оригінальні гукаве і святлове ефекты. Уражывая і сама гісторія створення галовны «Лялькі» Пепі «Долгая панчоха». Был объявлен конкурс детського рисунка по поводу главного героя. І вот потом девочка победила, її рисунок победил, і на основі цього рисунка був создан герой. Поэтому вот он как бы отличається немножко, він вроде как і кукольний персонаж, а в то же время як будто детський рисунок. Вот такая інтересна історія у нього. У нас дуже багато інтерактивів в спектаклі. І ребята, даже взрослые, шли на прямой контакт, зал вставал. Ну, було неожиданно і доволі таки інтересно. Для самых маленьких глядачів актёры беларускага державного театра «Ляля» крыхтуюць спектакль «Гульню» по мативах народных казак «Волк» і «Сямера Казлянят». Прымерный показат будзіцца на выходных ў суботу і ў неделю. У свою чаргу дорослые глядачы завтра могуць убачыць чорную комедую інтерв'ю з ведьмами по мативах казак «Братов Грым». Уже не перший год гэтай спектаклі проходзіць на столішнай сцені выключна з аншлахам. Йон поўны містыкі і уздымае самы актуальныя праблэмы сучаснасті ў неордынарнай інтерпрэтаціі. Пратягваем выпуск. Каля 150 священнослужителів з усёй в області сёня сустрэліся ў Гомілі, каб здейсніць хрэсны ход допомніка святіцелю Кирылі Туравскаму. Гэтападзея адбываецца толькі раз нагодна велікодным тыдні. Саборная набаженства духовенства Гомільской епархії прайшло ў галоным храмі областного центра Петропавловскім Саборы. Боскую литургию асабіста узначалі ў епископ Гомільскі Жлобінскі Стефан. До падзея долучыліся десяткі вернікав. Пасля службы священнікі і прыхаджані вышлі до падножжа храма і отправіліся ў хрэсны ход. Ушэсті ўсі разам прайшлі до площі Ленина. Прозволіцю Савецку допомніка Кирылі Туравскаму. Ягупаміта ў тяг святіцеля, епискапа, письменніка і пропаведніка. І для всього славянського світу. Каля помніка була зніснена молитва со співом величання і ускладанням кветок. Он для нашій Русській Церкві і особливо для Білорусської землі очень-очень многозначима фігура. І дай Бог, щоб це об'єдняюще його слова, його учення, його життя святіцеля Кирилла об'єдняло сьогодні і нас вокруг святій церкві, і ми вмесці все в церкві були в єдінстві, в мірі і в любві. ГТ, а так само інші новіни ви можете знайсті на нашім сайті у інтернеті па адрасі www.tvrgomil.by Далі у ефірі «Спортивний агляд» з новінами спорту вас познайоміць Максим Савін.